МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пришло время информационной программы о событиях краево-столице. Вам расскажут корреспонденты и мы, ведущие выпуска. Кирилл Политов. И Татьяна Дюнер о главных темах. Далее. ЧП в роддоме столицы края. По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело. Сам себе космонавт. В Бийске прошли соревнования по ракетно-модельному спорту. Мастер показал класс. Как хоккеист Иван Бешневский стал детским тренером. Это очень сильно мотивирует ребят. Дает им определенную надежду стремиться дальше. Сегодня состоялись похороны новорожденного ребенка, погибшего в Барнаульском роддоме номер один. 10 апреля для пяти барнаульских семей произошло страшное событие. В больнице после введенных инъекций глюкозы и магнезии нескольким новорожденным один ребенок скончался, четверо до сих пор находятся в реанимации. Подробности происшествия в материале Галины Юмашевой. О ЧП в роддоме правоохранительным органам стало известно 11 апреля. Сразу же сюда приехали представители Следственного комитета и полиции. Выяснилось, что 10 числа у пятерых детей во время проведения интенсивной терапии резко ухудшилось состояние. Было расценено это как патологическая реакция на введение лекарственных препаратов. Соответственно, сразу были развернуты реанимационные мероприятия. К реанимационным мероприятиям и проведению оказания помощи подключился наш краевой внештатный неонатолог. Состояние детей стабилизировалось, и мы перевели их в седьмую детскую больницу. Сын Анны попал в число младенцев, которым потребовалась реанимация. После родов, значит, на следующий день проверяет, приходит педиатр и смотрит, что у него повышенный билирубин у ребеночка. Означает все это терапию, то есть этот свет под кварцем. Значит, лежит у меня день, лежит, лежит, приходит на следующий день. Врач опять замеряет и говорит, не помогает, давайте поставим капельницу с глюкозой. Я говорю, что за капельницу? Это просто витаминки, ничего страшного. Оказалось, не все так безобидно. Что происходит с детьми, врачи, похоже, поняли не сразу. Я говорю, из-за чего причина, в чем дело? Он говорит, какое состояние у него? Он говорит, состояние среднее. Завели, показали мне его, он лежит, значит, пыхтит там весь. Я говорю, причину скажите мне. Он говорит, возможно, резус конфликт матери-ребенка. Возможно, реакция, господи, на глюкозку. Глюкоза и магнезия сейчас два основных лекарства, которые проверяют следователи. После инцидента их использование запретили на территории Алтайского края. А партию из роддома исследуют эксперты. 11 апреля, поздно вечером, после доследственной проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции», а также выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека. В ходе следствия предстоит дать юридическую оценку качеству предоставленных медицинских услуг, а также дать юридическую оценку лицам, которые поставляли лекарственные препараты в родильный дом номер один. Результаты экспертизы лекарственных препаратов будут известны в ближайшее время. А кто виноват в случившемся, выяснится минимум через два месяца. Таков срок расследования уголовного дела. Галина Юмашева, Павел Лауранин. Наши новости. К другим темам. Спустили весла на воду рубцовские спасатели и отправились в первый в этом году рейд по аллею. К ним присоединились Михаил Артемчук и Яна Писарева, которые расскажут, что удалось обнаружить в ходе сплава по реке. Это не туристы собираются на легкую водную прогулку, рубцовские спасатели готовятся к важному рейду по устью реки Аллей. В их задачу входит осмотреть берега и оценить их состояние. После первой волны балов, посмотреть, какие завалы, возможно, образовались или нет, какие завалы с мыла. И вообще просто посмотреть реку Аллей, потому что наступает весенний-летний сезон. Случается, что в ходе таких рейдов спасатели находят погибших людей. В этот раз, к счастью, страшных находок не было. Но уже с первых минут обследования предстала не совсем радужная картина береговой зоны. По ходу обследования реки можно наблюдать свалки мусора на берегах, которые люди, живущие рядом, буквально сваливают в реку. В некоторых местах мусора так много, что ступить некуда. Отходы попадают в реку, в которой сами местные жители потом и купаются. Спасатели говорят, с такой картиной сталкиваются каждую весну. Но перед спасателями сейчас стоит другая задача – оценить, нет ли укрозы подтопления прибрежных поселений. Для правобережья критичная точка 550 сантиметров, для города 6 метров. То есть, ну, а в этом году было 512, то есть, все было нормально. Специалисты МЧС надеются, что природа и в дальнейшем будет благосклонна, и вторая волна паводка, как и первая, пройдет спокойно. Мы объехали все русло реки Аллей в черте города. И, проанализировав всю ситуацию, спасатели сделали вывод, что угрозы подтопления жилых домов нет. Яна Писарева, Михаил Артемчук, наши новости. Тем временем событие, о котором так долго говорили жители краевой столицы, наконец-то свершилось. Лед на оби тронулся. В этом году ледохода ждали как никогда. Можно перебирать версии, почему возникло столь необычное кипение страстей в блогах и информагентствах. Однако новости о продвижках покрова на оби появлялись ежедневно, начиная с 1 апреля, когда выложенные новостейщиками фотографии ледохода оказались лишь первоапрельской шуткой. Наша съемочная группа побывала сегодня на берегу реки в районе речного вокзала. Лед действительно тронулся, но продвигается пока крайне медленно ввиду ледозаторов. Десятки горожан приходят сюда в надежде увидеть своими глазами захватывающее зрелище. А так, а настоящий поток льдин еще впереди. Не пропустите. Тройная норма осадков, выпавшая на Барнаул зимой, превращается в талые воды. Но эта стихия не бедствие, а повод объединиться в созидательном труде. Пример образцового единения – работа крупной управляющей компании ДЭС-2, обслуживающей более 167 домов в трех районах города. Бухгалтеры, инженеры по технике безопасности, завхозы – все вышли на уборку. Мы это делаем всегда с удовольствием. Нам это нравится, потому что на свежем воздухе мы тоже должны быть и быть ближе к народу, скажем так. Помогать дворникам также должны, потому что труд очень, конечно, тяжелый. В некоторых домах к работникам ДЭСа уже присоединились жители. В прошлом году вообще почти снега не было, мало было снега. А в этом году мы уже сколько раз приезжали в ДЭС, ну, живые, немало ДЭС. Трактора работали, разбивали, потому что очень много, скажешь, снега снимали. Чистили постоянно. Ничего, не надо пожаловать. В особо сложных случаях, так называемых «заносных домах» не обойтись без тяжелой артиллерии, спецтехники. И здесь главное – готовить сани с лета, вернее тракторы. Мы готовились к поводу. Во-первых, мы все крыши почистили от снега, у нас нет затопления в дому. Это у нас в нашем ДЭСе 5 откачек. Это случаи, если будут затопляться эти подвалы талами, водами, мы должны убрать все дома к сроку. А два сада уже, как будет субботник, мы же просто уже под метелку все сделаем. Юлия Гадер, Андрей Печоркин. Наши новости. За наведение порядка в краевой столице взялись и активисты ЛДПР. Они уверены, чистым и опрятным сделать город можем только мы сами. И отправились убирать популярные, поэтому самые загрязненные участки города. Убрать оттаивший мусор, расчистить территорию от оставшегося снега, покрасить клумбы, урны и скамейки. Задачи перед активистами партии стоят выполнимые, но ответственные. Акцию по облагораживанию этого сквера приурочили к 35-летию индустриального района. Решили очистить фонтан, то место, где много других жителей этого же района отдыхают. Наши коммунальные службы не успевают убрать снег. Видать, работы у них сильно много, поэтому решили им помочь. Заняться делом, убрать снег, покрасить фонтан. Начали с индустриального, затем октябрьский, далее центральный. Во всех пяти районах города в течение недели будут очищены самые популярные объекты. Скверы, парки, площади. Участники чистых акций считают, опрятным город может сделать любой. Было бы желание. Обязательно, обязательно нужно выходить на субботник, так как мы все в этом городе живем. Нужно делать его чище, иначе кто не как мы этим будем заниматься. Никак не смогли активисты пройти мимо символичного для либерал-демократов места – площади у бывшего кинотеатра «Россия». Но сегодня они здесь не с транспарантами и флагами, а с лопатами и метлами. Расчистили фонтан, покрасили урны, и вот место вновь готово к очередным выступлениям. Юлия Филатова, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости. Он сказал «поехали» и махнул рукой. О ком говорит эта строчка из популярной в советское время песни, знает, пожалуй, большинство россиян. Разумеется, о Юрии Гагарине, первом космонавте в истории человечества. А сегодня, 12 апреля, в нашей стране отмечают День космонавтики. И если посмотреть запуск реальной ракеты могут не все желающие, то соревнования по ракетно-модельному спорту открыты для всех. Участники разных возрастных категорий запустили в небо над Бийском мини-модели настоящих ракет. В 6 часов вечера, накануне Дня космонавтики, за спортивным комплексом «Заря» собралось множество людей, которые, не отрываясь, смотрели в небо. Учащиеся ракетно-модельных кружков проводили показательные запуски своих ракет. У нас и соревнования, и показательные запуски. Мы проводим так, чтобы это было интересно зрителям. Внутренняя кухня, а, собственно, спорта, в общем, не так интересно. Поэтому направлено на зрелищность. В небо взмывали разнообразные модели настоящих ракет. От мини-метеоров до «Союза». Ракеты строятся по-разному. Есть ракеты, которые можно сделать. Достаточно быстро. Это зависит от навыков и умений. То есть те дети, которые занимались 4-5 лет, могут относительно простую ракету построить за ночь. Как студенты экзамены. Какие-то ракеты строятся год. Плотный картонный пороховой двигатель. Эти мальчишки знают, как сделать, чтобы ракета полетела. Я хожу три года в ракетно-модельный спорт. Эту ракету я делала с октября месяца. Третий раз я участвую в этих соревнованиях. Сначала я хотел пойти в авиамодели. Потом мне бабушка подсказала, что у нас неподалеку есть ракетно-модельный спорт. Я пошел, посмотрел, мне понравилось, и я начал заниматься. Главным критерием оценки участников была зрелищность полета. По итогам соревнований первое место в детской группе заняли учащиеся лицея. Во взрослой группе – команда быстрого истока. Личное первенство досталось Павлу Ильиных. Единственная девушка, участвующая в соревнованиях, Татьяна Неведрова, заняла почетное второе место. Мария Минаева, Михаил Манин. Наши новости. Что ж, таким был последний рабочий день этой уходящей недели. Итоговую точку в новостейном выпуске поставят материал на спортивную тему. Пока многие хоккеисты из КХЛ отдыхают и набираются сил перед стартом следующего чемпионата, он продолжает работать. Защитник клуба «Атлант» Иван Вишневский прилетел в родной Барнаул и здесь решил сменить профессию на детского тренера. Но зрители краевой столицы еще смогут посмотреть две рубрики «Пятницы». Реплику с Михаилом Гундарином и нам пишут с обычным читателем газет Натальей Николенковой. Впереди два выходных дня. Проведите их с пользой и как следует наберитесь сил. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Спонсор рубрики «Барнаульская горэлектросеть». Етти привезут в Барнаул. Легендарного Николая Валуева, который сыграл роль снежного человека в рекламном ролике, пригласили на Алтай. Нет, ему здесь не будут искать оппонента как в горах, так и на ринге, просто в качестве почетного гостя. Повод – международный турнир по профессиональному боксу. Он пройдет в Барнауле 4 июня. К тому времени во дворце зрелища спорта вместо льда установят ринг. Ожидается пять боев, три из которых титульных. В списках от Алтайского края известны без преувеличения на весь мир фамилии Сухоцкий, Мамонтов, Аветисян. Билеты на сие события поступят в продажу уже на следующей неделе. Всегда говорю, ринг покажет. Я всегда люблю заканчивать бой досрочно. Я в любом случае стараться досрочно закончить бой. Это всем нравится и мне нравится. Буду стараться. Будем готовиться к этому бою, сделаем все, что зависит от меня. Буду боксировать. Постараюсь выиграть, конечно, постараюсь закончить бой, надеясь, нокаутом. Потому что в моей карьере профессиональной еще не было нокаутом. Буду стараться выиграть досрочно бой. От анонсов предстоящего к событиям произошедшего. Здесь нет тетради учебников и дневников, зато есть учитель, причем звездный. Защитник Иван Вишневский ненадолго переквалифицировался в детского тренера. Сейчас клуб «Атлант» завершил сезон в КХЛ. Барнаулиц поддерживает спортивную форму дома с любителями, заодно Иван решил и мастер-класс преподать. Это очень сильно мотивирует ребят, дает им определенную надежду стремиться дальше и стремиться к каким-то целям. И это, я считаю, что очень всегда приятно. И приятно проводить и давать какие-то навыки, какие-то полезности детям. Около часа его уроков внимали мальчишки из хоккейной школы «Алтай». На первом занятии Иван показал упражнения для повышения техники скольжения. Сначала звездный наставник демонстрировал движения сам, а затем их копировали ученики. Многие постарались не ударить лицом в лед и изо всех сил проявляли себя. Очень много эмоций, впечатлений масса. И то, что Иван показал им, они уже для себя какие-то выводы сделали. Может быть, из-за этих мастер-классов и у них мастерство будет быстрее повышаться. Прозвенел звонок и на второй урок. Тут предмет посерьезнее – введение шайбы. Мальчишки с энтузиазмом принялись накручивать круги. Завершающий аккорд этого действия – обязательный удар в створ рамки. В итоге снаряды не жалели ни сетку, ни киперов. Ну, нормально. Правое ухо глохло, но все нормально. Живой остался. Затем учитель взялся сам пробивать булиты. В ворот Алтаев стал Антон Соколов, в прошлом игрок мотора и Алтая, а сейчас тренер вратарей. Зрители принялись делать ставки. К разочарованию одних и под восторжен, и рев других Иван не забил ни одного. Впрочем, этот навык не особо-то и нужен защитникам. А вот от синей линии зарядил что надо. Завершился мастер-класс фотосессии и раздачи автографов. Кирилл Политов, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости. На пыльных тропинках далеких планет, «Останутся наши следы». Некоторые из моих молодых коллег-журналистов, не шутя, собирались полететь на Марс. Ох, как бы они об этом написали. Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. Сегодня, во Всемирный день авиации и космонавтики, «Алтайская правда» сообщает о том, что Алтай – родина не только космонавта номер два Германа Титова, но и человека с квалификацией «водитель лунохода». На первой полосе «Алтайской правды» барнаулиц Андрей Калиниченко, который в 67-70-м годах входил в состав так называемого «наземного космического экипажа». Пройдя, кроме теории, все те же испытания, которые проходят космонавты, Андрей Калиниченко стал одним из тех, кому предстояло управлять первым советским луноходом. Управлять не пришлось, перевели на другую службу, но это не мешает нам гордиться земляком-водителем лунохода, которых в мире всего 14 человек. С праздником, Андрей Иванович! В рубрике «Невиданное дело» Алтайская правда пишет о том, что в одном из торгово-развлекательных центров Барнаула появилась машина биометрического тестирования, которая за 300 рублей под сканированным отпечатком пальцев научно погадает вам, определив возможные болезни, особенности поведения, физиологии, профильное образование, наилучший тип карьеры и подходящую работу. Занятым, по-моему. Здесь же совсем не шуточно о том, насколько современные студенты превзошли героя Виктора Павлова из Гайдаевской операции «Ы», который ловил подсказки на экзамене с помощью радиоволн. «У меня почти вся группа приходит на экзамены с микронаушниками», признается один из студентов. «Вставляешь в ухо крохотное устройство, и тебе наговаривают ответ». Конец цитаты. Самое обидное для преподавателей, что по закону глушить телефонную связь они не имеют права. Так что вся надежда на силу человеческого разума. В пустую голову наушники совать бессмысленно. Таких не берут в космонавты. А вот животные не лгут. Любят так любят. Захотят съесть – съедят. 14 апреля состоится торжественное открытие четвертой краевой выставки охотничьих собак, пишет московский комсомолец. Уже прошли состязания лаек по охоте на подсадного медведя и вольерного кабана. Соревнования лаек и гонщих продлятся до завтра. Оценить породность, отобрать племенных производителей, показать достижения охотничьего собаководства, обменяться опытом – таковы цели состязаний. И каламбур «Лайкни лайку» становится актуален. Так и в космос лайки первыми летали. Чудесная собака. Давайте будем соответствовать. С праздником! Все еще космическая держава. Увидимся в среду. Счастливенько. Целую. Вечер добрый. Пятничная реплика подводит краткие итоги минувшей весенней недели, а наша главная тема – история знаменитого беглеца из Алтайского края, депутата АКЗС, эксправедливца, экскоммуниста, короче, Александра Мастинина. Но вспомним в этой связи и о кое-ком еще. Ну, а вот о чем за эти пять рабочих дней мы успели узнать. Главное управление экономики и инвестиций администрации края присвоило рейтинги районам Алтая. Среди лидеров – Алтайский, Завьяловский, Зональный, в аутсайдерах – Суецкий, Тюменцевский, Угловский. По информации Политсибру с января по март в Алтайском крае закрылось более 10% всех зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 8,5 тысяч. Причина – двукратный рост страховых взносов. Зарплата алтайских чиновников почти в два раза превышает среднекраевую. Рейтинг финансового отличия слуг народа от самого народа составила аналитическая компания ФБК. Алтайский край занял 27-е место из 83-х. Чиновники региона получают в среднем 31 тысячу рублей в месяц. Среднекраевая зарплата составляет менее 18 тысяч. Ну, а мы о господине Мастинине, настоящем беглеце, объявленном, между прочим, международный розыск. Кто говорит, что он скрывается где-то в неприметной юрте Южного Казахстана, кто-то говорит о более южных краях. Мексике или, прости господи, Гондурасе. Сам депутат АКЗС, полномочий этого никто не лишал, заявил, что в отпуске до октября. Ну что ж, этот отпуск в случае возвращения может тянуться куда дольше. Александр Мастинин обвиняется органами следствия в совершении преступления по статье 160 уголовного кодекса, то есть присвоение или растрата совершенной организованной группой в особо крупном размере. А все дело в родном Барнауле. То есть в управляющей компании, фактически руководителем которой, по версии следствия, Мастинин и был. По версии следствия, в период своей деятельности управляющая компания получала от жильцов денежные средства за услуги ЖКХ и, не платя коммунальщикам, выводила их на сторону. В результате родной Барнаул, как утверждается, присвоил себе более 12 миллионов рублей. Директору и бухгалтеру компании уже предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под подпиской. Мастинин находится в международном розыске. А ведь, кроме того, имя Мастинина часто называли в связи с такими экзотическими бизнесами, как сауна грез и такси грез. А до нынешнего уголовного дела возбуждалось против него еще одно. По статье, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ну и скандал за скандалом, пусть и без уголовки. Тут, конечно, главный вопрос. А вообще, а куда все смотрели до этого? Я даже не о бедных жильцах. Я, знаете, о политических партиях, которые Александра Мастинина не только охотно брали в свои ряды, но и выдвигали в руководящие ряды. Не без скандала, попав в АКЗС в 2008 году, Александр Мастинин делает блестящую карьеру. Он возглавляет фракцию «Справедливой России». Однако затем выходит из партии и на следующие выборы проходит уже по списку КПРФ. Еще один скандал связан с участием Мастинина в подготовке выборов в Барнаульскую гурдуму прошлого года. В итоге Мастинин был обвинен в попытках захвата городской организации коммунистов и исключен из КПРФ. О Мастинине и его исчезновении говорится много, как и о яркой биографии. Ну вот еще один молодой бизнесмен, депутат АКЗС, даже зампредкомитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, который также, как говорят, давно не посещает сессию АКЗС, да и по слухам находится сейчас вне пределов края, а то и страны, при этом связанная с его именем предприятие, куда масштабнее всех вместе взятых мастининских. Это Андрей Егошин и одна из крупнейших зерноперерабатывающих компаний всей страны ПАВА. На днях выяснилось, что с Алтаем ПАВУ и, как можно предположить, Егошина связывает все меньше и меньше. По сообщениям СМИ, недавно более половины акций ПАВЫ перешли в собственность некой компании, зарегистрированной на Кипре. ПАВой заявлено также о намерении продать часть имущества некому московскому фонду. Ну да, компания с многомиллиардными оборотами и огромной роли в экономике края – это вам не родной Барнаул. В СМИ вот активно обсуждается повышенное внимание к ПАВе страны правоохранителей. Известно об обысках в ее офисе, говорится о том, что, несмотря на свой огромный масштаб, компания-то убыточна. Так что бывшему основному владельцу ПАВА и председателю Совета директоров Егошину на Алтае делать, наверное, особо и нечего. Кстати, роднит Андрей Егошин с Мастининым и, так сказать, прошлой многопартийность. Андрей Егошин входит во фракцию «Единая Россия» КЗС, но до партии власти он успел побывать в роли регионального лидера Российской партии жизни и заместителя руководителя регионального отделения «Справедливой России». Возглавлял отделение Российского земельного союза и общественную организацию «Родной Алтай». Ну а реплика сегодня звучит так. Видимо, политика что в федеральном, что в региональном разрезе становится все более уделом профессионалов. Сочетать ее с бизнесом мало того, что не получается, да получается, что и незачем. Но и место экзотическим фигурам в политике больше не находится. Время такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok